Весна, пора субботников. Студенты тоже помогают наводить красоту. Вот мы, например, вчера сажали деревья. Так красиво получилось. А я на днях затеял генеральную уборку. Провозился до вечера. Да там работаю на полчаса. Эх, мужчине. А вот в лицее БРУ есть парень. Так он вот что придумал. Всю работу за него по дому делает компьютер. Да ну. Да. И цветы польет, и уцелык выключит, и даже комнату проветрит. А тебе скинет смс-ку, мол, все сделано. Занимайся, хозяин, своими делами. Придумала, правда, это для дачи. Но думаю, такое чудо скоро будет в каждом доме. Ты что, фэнтези пересмотрела? Где ты видела такой умный компьютер? Сам посмотри. К открытию дачного сезона в Могилёве создали дачу будущего. Правда, пока это только модель, но вполне рабочая. Она и помидоры польет, и воров отпугнет, и комнаты проветрит. И все без участия человека. Автор сей разработки – 11-классник лицея Белорусско-Российского университета Владислав Шикунов. Парню удалось воплотить в жизнь мечту многих дачников. Создать своеобразного электронного домового, который даже умеет общаться с хозяином через интернет. К примеру, когда нарушитель пересекает лазерный луч, то срабатывает сирена и отправляется мейл-сообщение. В модели Влада вместо загородного дома – монитор, а роль воды и света выполняют датчики. Не могу сюда принести настоящий обогреватель, либо насос для полива. Поэтому я собрал демонстрационный стенд, где каждый из этих диодов соответствует какой-либо нагрузке. Как только почва пересыхает, автоматически включается полив. Управлять системой можно хоть за тысячи километров от дачи через интернет. К примеру, дачник забыл выключить свет. Он может с любого устройства зайти на специальную веб-страницу и отключить освещение. На создание модели у Владислава ушло полгода. Не обошлось без помощи преподавателей. Вот когда был создан этот макет, я искренне пожалел, что продал свою дачу. Идея «Умная дача» носит еще и экологический характер. Дело в том, что ведь это же экономия и энергетических ресурсов, и водных ресурсов. И экономия, в конце концов, даже топлива просто для того, чтобы лишний раз съездить, посмотреть, в каком состоянии находится дача. Недавно проект «Умная дача» стал лучшим на республиканской конференции учащихся. А после победил и на республиканском конкурсе «Энергия и среда обитания». И сейчас участвует в аналогичном международном конкурсе в Норвегии. А значит, есть надежда, что скоро дома будущего будут носить марку «Сделано в Беларуси». Вот молодец! Тут не дача умная, тут парень умный. Успехи учеников – это в первую очередь заслуга преподавателей. С хорошим наставником можно горы свернуть. Вот, к примеру, в Могилевском областном лицее номер 3 есть учительница биологии Наталья Колчина. Ее ученики побеждают на республиканских олимпиадах. Кстати, недавно работы Натальи Колчиной отметили на самом высоком уровне. И даже вручили ей специальную премию «Человек года». Ласковый взгляд и широкая улыбка Натальи Колчиной располагают уже с первых минут знакомства. Никакой строгости. Авторитет учеников областного лицея номер 3 преподаватель биологии завоевала добрым отношением к каждому. Ну, мы команда, да. То есть мы даже, может быть, где-то семья действительно. Да, когда люди сплачиваются общим делом, да, то они становятся близки. И, не знаю, может быть, это мой принцип такой отношений с детьми. Действительно, не столько надо быть для них учителем, наверное, сколько другом. Потому что для них главное в этом возрасте общение. И если мы понимаем друг друга, то тогда и у нас получаются хорошие результаты. Наталья Колчина подготовила 11 победителей республиканских олимпиад. Одна из ее воспитанниц, Алина Войтенкова, даже попала на международную олимпиаду по биологии в Швейцарии и завоевала там бронзовую медаль. За успехи в преподавании Наталья Колчина удостойна специальной премии Могилевского облсполкома «Человек года». Когда я пришла в лицей, я вообще не знала, что я попаду на олимпиаду, что я пройду, что я добьюсь такого. Но Наталья Сергеевна, она замечательно стимулирует. Она просто воспитала у меня внутренний стержень. И каждый вечер я приходила, чувствовала себе желание, что я буду сидеть, учить. Мне это действительно нравилось. В таком легком общении ребята все схватывают на лету. А если кто-то не до конца вник в тему, Наталья Сергеевна применяет методику «Равный обучает равного», когда сами ученики помогают разобраться в теме «Соседу по парте». Какие-то вопросы, которые я уже в силу своего возраста и уровня знаний не могу им объяснить попроще, они могут спросить у друга, который только что сам разобрался, и он понимает, в чем у него состояла трудность и как это передать соседу. Наталья Колчина не делит ребят на отличников или хорошистов. Она понимает, биологами станут не все. Но уверена, ее предмет может научить главному. Надо любить больше не собственный успех, а свою жизнь, окружение, то, что ты делаешь, как ты это делаешь. Вот бы во всех школах держали таких кроликов. Да Лена не училась бы, а только и смотрела на него. И гладила. Ну, они ведь, правда, такие хорошенькие. Кстати, когда-то я даже хотела стать ветеринаром. Тоже мне, ай, болит. У тебя хомяк и месяца не прожил. Это был не с частной встречей. Бедный хома. Смотри, как нужно ухаживать за животными и учись. Молодежь всегда увлекают высокие технологии, будь то работа в медицине, на предприятии или в сельском хозяйстве. Чем сложнее, тем интереснее. Будущие агрономы и животноводы не исключение. Здесь определяется жир, белок, лактоза и процент взаимороза из молока. Услугами этой лаборатории пользуются предприятия Горецкого и Оршанского районов. Студентам всё новое всегда гораздо интереснее, традиционно. Поэтому с большим удовольствием они работают в этой лаборатории, изучают проблемы всей работы с лабораторным оборудованием, технический процесс, технологический процесс оценки качества молока, общение с организациями, сельскохозяйственными фермами. И между собой поэтому им это очень интересно, с удовольствием проходит здесь занятие. Будущие зооинженеры работают не только в лаборатории. Есть у них и собственная школа-ферма на 500 коров. Иногда приходится совмещать учёбу и вечерние дойки. Это уникальный объект не только на территории СНГ, но и Европы. Здесь имеется сегодняшний день более 120 элементов разных технологий, в том числе 5 типов удоения, различные системы содержания, кормления, удаления. То есть студент, который приходит сегодня на эту ферму, в одном месте может изучить весь процесс технологии производства и получения молока. Здесь же можно изучить и качество кормов, а при необходимости даже улучшить. Ребятам интересно. Например, Радмилу сельский труд не пугает. На зоофак она поступила по призванию и прекрасно знает, чего хотела бы добиться в будущем. Мне нравятся очень такие животные, как лошади. В Республике Беларусь коневодство ещё не в достаточной степени развито. Я бы хотела после окончания пойти на конный завод, чтобы внести свою лепту в развитие коневодства в Республике Беларусь. Ребята прекрасно осознают. Сейчас сельское хозяйство в технологическом плане развивается стремительно. И здесь очень нужны высококлассные специалисты. Новой техникой не только нужно пользоваться, её необходимо развивать и совершенствовать. А вот учёные доказали – кличка животного влияет на характер. Вот назвала ты своего кота Казанова – и всё. Пока не нагуляется, бессонные ночи тебе гарантированы. Ничего удивительного. Как назовёшь корабль, так он и поплывёт. Я учусь в машинке, а он учится в кастрюльке. Звучит, конечно, странно, но ведь только могилёвская молодёжь знает, что это за места такие и как они называются официально. Общепринятое название порой так скучны, но наш студент, как всегда, острый на язычок. Так кто из нас не придумывал одногруппникам или преподавателям своё оригинальное, так подходящее ему имя? Какие прозвища у ваших одногруппников? Пушистик. Фидвот. Мальчик раньше был с длинными волосами, мы его волосом называли, но как-то вот так вот. Ну, там Сафон, Цин. Фамилия вспоминается. Они потом знают. Да. А у вас есть прозвище? Да. Какое? Гай. У нас есть девочка Клюева Таня, мы её Клюхой называем. Нет прозвища? Нет. Нет. Учителей как за глаза называете? Никак, если честно, даже имён не помним иногда. Да уж, придумать прозвище точное и меткое – это настоящее искусство. Да что там придумывать? Вот я могу импровизировать на ходу. Раз, два, три, четыре. Альма-матер в эфире. Преподаватель, студент и даже абитуриент. Это факт, а не просто слова. Нас смотрят все на «Беларусь-2». Ууу, неплохо, неплохо. А где ты начался? Я недавно был на рэп-фестивале. Там ещё ребята и не такие речка-тифчики мутят. Фестиваль «Искусство слов» ежегодно собирает поклонников рэп-культуры со всей Беларуси. Хип-хоп-танцы, рэп-баттл, бит-бокс и, конечно же, много конкурсов. Тут говорят, главное – почувствуйте рельеф. Догони, попробуй, но не тебе решать. Люди берут на пробу. Рэперам так много, и душа изглится. Но не каждый сможет полететь, как птица. В гости к могилёвской публике пожаловали рэп-группы из Минска, Бреста, Пинска и Шклова. Вместе с могилёвскими рэперами они раскачали толпу. Очень интересная музыка, интересные исполнители. Это приятно вообще посещать такие мероприятия. Музыка без единого инструмента, и такое возможно. Искусство мультивокала продемонстрировал могилёвский битбоксер MC Beat. Все звуки он воспроизводит исключительно своим голосом, создавая на глазах зрителей полноценные треки. Уличную культуру трудно представить без хип-хоп-танцев. Как двигаться пластично, могилёвская группа «Свагер Грю» показала мастер-класс. Искусство слов – это не только рэп, это ещё и хип-хоп-танцы. Ну а кто в хип-хоп-танцах не силён, зажигал, как умел в танцевальных конкурсах. А после снова речитативы со сцены о любви, преодолении трудностей и поиске себя. И всё это делают в словах, и делают это красиво, и приятно слушать. Фестиваль искусства слов вновь подтвердил. Уличная музыка – это истории, которые вдохновляют, помогая молодым ребятам поверить в себя и в свои силы. А на сегодня у нас всё. О самых интересных событиях в студенческой жизни «Альма-Матер» расскажет ровно через две недели. Время пролезет быстро. До встречи в это же время на «Беларусь-2». Вы увидите такое. Сохрани интригу. Всем пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!